Принцип «сиди-учи» давно не работает. Важно разглядеть талант ребенка и развить его. Оказать помощь в поддержке одаренных детей Самарской области, проявивших себя в науке, искусстве, спорте и техническом творчестве. Такова цель рабочего визита сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой. Актуальные вопросы сферы науки и образования обсудили с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. У нас целый ряд есть вопросов, которые хотели бы вынести на обсуждение, с вами посоветоваться. Есть много идей, в том числе по Центру одаренных детей, созданию молодежного НОЦа у нас успешно работает. Кстати, мы в этом году впервые осуществляем выплату 1 сентября всем, кто поступил в ВУЗы и СУЗы Самарской области. Задачу обозначили так – не только создать всю образовательную инфраструктуру, но и подготовить наставников. «Самарская область – большой наш партнер. Очень много мы вместе сделали, развивая Центр по работе с одаренными детьми по модели «Сириуса». Есть сильные педагоги, есть школы, которые показали уже свое состоятельное за счет достижений ребят. У нас есть представление о том, как расширить программу по капремонту, как сделать ее более эффективной и как в результате получить школы, где могут быть реализованы современные образовательные программы». Но учиться должны и те, кто преподает. Потому на повестке встречи Дмитрия Азарова и Елены Шмелевой реализация модели непрерывного педагогического образования. Запланированы встречи с одаренными детьми, их родителями и педагогами по всей области. Так, в ходе рабочего визита Елена Шмелева посетит спортивную школу Олимпийского резерва номер 17 в Самаре. Центр технического творчества детей – Новопарк в Новокуйбышевске, технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти. Инициативы, полученные от самарцев, не останутся на бумаге. Все предложения по развитию системы образования будут рассмотрены и в дальнейшем преобразованы в законодательные инициативы. Ольга Хомракулова, События.